Вечернее построение и порядковый расчет. Сегодня вместо ежедневной тренировки у кадетов из восьмой школы имени Матвеева специальное задание – передать гуманитарный груз для бойцов СВО. Передаем вам эти письма, которые писала вся восьмая школа. На протяжении нескольких недель ученики восьмой школы собирали продукты питания и средства личной гигиены для наших военных. В этих коробках самое необходимое – макароны, крупы, чай и консервы. Кроме того, школьники написали трогательные письма бойцам со словами поддержки. Гуманитарную помощь собирали всей школы. Это и наши образовательные классы, и дети из кадетских классов. Почему кадеты здесь? Потому что они готовы всегда прийти на помощь. В них как-то это закладывается, и они понимают, чувствуют какую-то взаимосвязь с ребятами. Они же в форме, они тоже военные. Все письма и продукты от школьников доставит на фронт ветеран боевых действий Виктория Петина с позывным «Еж». Ранее она принимала участие в Чеченской войне, а теперь помогает бойцам в специальной военной операции и переселенцам. В Великой Нечественной войне не было бы тыла, не было бы фронта. Сейчас то же самое. Я занимаюсь тем, что я собираю гуманитарную помощь. Помогаю я строго. Нулевая, первая линия. То есть ребята, которые не могут выйти в магазин. У них просто нет. Товарищи солдаты, от лица 8-й школы города Химок мы объявляем вам благодарность. Победа будет за нами. Химчане постоянно помогают военным и жителям новых территорий – Курской и Белгородской областям. Всего с начала специальной военной операции. Школьники, волонтеры, депутаты, активисты «Единой России», участники клуба «Активное долголетие» и просто неравнодушные химчане собрали и передали более 300 тонн гуманитарной помощи. Юлиана Мазырина, Дмитрий Почаров. Новости Химки ТВ.